На авиабазу Хмеймим в Сирии с самого утра поступают разведданные о новых базах боевиков на севере страны. Российские Су-24 и Су-30 поднимаются в воздух каждые несколько минут и возвращаются пустыми, без боеприпасов. За сутки уничтожены десятки объектов инфраструктуры ИГИЛ, тренировочные лагеря, базы снабжения, перевалочные опорные и командные пункты террористов. В результате авиаударов многие боевики вынуждены спасаться бегством, оставляя захваченные города. Вот так сейчас выглядит освобожденный накануне от ИГИЛовцев поселок Мурек в провинции Хама. Боевиков, засевших в развалинах, добивалась сирийская армия, вошедшая в Мурек сразу после атаки с воздуха. Повсюду десятки использованных шприцев. Судя по этим находкам, отступающие террористы поддерживают боевой дух лошадиными дозами наркотиков. Бандитов, все еще оказывающих сопротивление в других населенных пунктах, громит артиллерия правительственных войск. После артподготовки в бой пойдет сирийская пехота. Прицельная дальность корпусных 130-мм пушек 20 километров, что позволяет обстреливать города Сукейк, Альтамана и Ханшейхун на север провинции Хама. Именно там засели боевики. Сирийская армия наступает по всем направлениям, но основные бои сейчас идут на Северном фронте. Там проходит главная транспортная артерия, ведущая из Дамаска в Алеппо. Почувствовав мощный натиск правительственных войск, боевики открыли охоту на семьи сирийских командиров. Поэтому сейчас многие из них предпочитают скрывать свои лица. Наши войска сейчас занимают позиции на южной окраине города Мурек. Когда мы наступали, по нам били из минометов и пулеметов. Исламисты хорошо вооружены. Мы намерены идти дальше, до конца, пока не освободим от боевиков всю сирийскую землю. По данным сирийских военных, их успехи не были бы столь заметны без поддержки российской авиации, которая с каждым днем наращивает интенсивность вылетов. Если в начале операции наши летчики концентрировались на одной-двух целях, то сейчас перед российской авиагруппой все чаще стоит задача уничтожить сразу несколько объектов. Василий Кучушев, телеканал «Звезда».